всем привет перед нами новая версия skoda kodiaq одной из самых любимых семейных сувов на нашем рынке предыдущая версия так понравилась многим благодаря большому размеру умному интерьеру и удобному управлению посмотрим сохранится ли тот же самый тренд новой версии меня зовут данила белоконь передача авто news поехали глядя на этот автомобиль мы сразу можем в нем распознать skoda так как основные элементы дизайна у нас сохраняются как и в предыдущей версии однако сами элементы дизайна настали плавнее решетка радиатора у нас стало шире новое освещение и автомобиль выглядит не просто длиннее он таким и является аж на целых 6 сантиметров а в более высокой комплектации led подсветку у нас будет располагаться прямо на решетке радиатора также у нас будет 20-дюймовые диски и более выделяющиеся элементы экстерьера задней части автомобиля нас тоже ждут изменения во первых у нас полностью обновленное освещение добавилась такая вот линия подсветки давайте посмотрим что нас ждет багажном отделении сама skoda kodiaq позиционируется как семиместный автомобиль но лучше его называть как 5 плюс 2 здесь нас ждет три ряда третий ряд достаточно вместимый чтобы провозить взрослых людей на короткие расстояния но вполне комфортно будет для подростков и детей и даже со всеми тремя рядами у нас достаточно вместительный багажник 340 литров но стоит нам только опустить третий ряд и багажник превратится в огромное 910 литровое отделение с момента запуска будет доступно пять различных версий двигателя два бензиновых два дизельных и один плагин hybrid мощность у нас будет варьироваться от 150 до 204 лошадиных сил и у всех у них будет автоматическая коробка передач в основном у нас передний привод но в более мощных двигателей у нас будет полный привод касаемо плагин hybrid версии автомобиль на одном лишь электрическом заряде поддерживает 100 километров непрерывной езды а из-за того что зарядка поддерживается до 50 киловатт автомобиль может заряжаться практически мгновенно это вот отличным предложением для тех кто еще не до конца готов купить себе электрический автомобиль но присматриваться к таковому одно из самых впечатляющих изменений новый skoda kodiaq у нас пришлось на дизайн интерьера многочисленные материалы в совокупности нам дают вид такого премиального автомобиля они просто пластмассовой коробки в центре у нас располагается массивная 13 дюймовая мультимедиа с хорошим разрешением и навигации но здорово то что skoda сохранила физические кнопки здесь у нас на панели есть таких три переключателя при нажатии которые меняют свои конфигурации то есть можно следить за температурой за режимами езды за громкостью музыки и так далее и так далее двигаемся дальше впереди у нас действительно много места здесь у нас опять эти умные решения в лице мусорной корзины с двух сторон обратите внимание раз-два два бардачка две беспроводные зарядки два капхолдера и конечно же чистилка для экрана задней части конечно у нас как всегда всего понемножку во-первых держатели для телефонов свой климат-контроль этот островочек у нас снимается для третьего пассажира сиденье у нас регулируется при помощи такого шнурка и также есть еще и сетки на стекла на окна ну что поехали с вами покатаемся мы ехали в город у нас с вами двухлитровый дизель мощная версия 193 лошадиные силы стоим на светофоре прямо сейчас можем проверить разгон с места буквально через три секунды разгон у нас скажем так не самый лучший он неплохой но хотелось бы немножко больше но оно и понятно потому что автомобиль у нас действительно массивный стал на 6 сантиметров длиннее сам автомобиль по размерам чувствуется что он крупный тем кому это нравится это здорово я например ну не самый большой фанат больших автомобилей но здесь я чувствую себя достаточно комфортно кстати касаемо комфорта эргономика здесь просто на высшем классе очень удобно сидеть и что здорово здесь есть массаж сидений также на сиденье полностью электрически регулируется слушать а если уже на лепестках ехать на то есть на пониженных передачах то уже и набирает плюс-минус окей не нормально наверно погорячился от первых от первых впечатлений хотя первое впечатление они самые всегда точно ну касаемо технологии в принципе здесь все то же самое есть когда в дисплей есть ассистенты так прям на весь когда в дисплее мне предупреждение столкновение выявила очень четко и ясно вот что мне не нравится хоть я и технологически продвинутый но здесь столько всего столько всяких настройка кнопок что у меня уже голова кругом идет я помню те впечатления когда там был маленьким как мне нравилось во всем разбираться и все это вызывало интерес сейчас когда-то уже много машин попробовал тебе хочется уже такой какой-то стабильности понимание что ты ждешь хочу круиз-контроль попробовать круиз-контроль у нас снизу тут появляется так вот это кстати достаточно удобно дистанцию от автомобиля близко ставим мне просто интересно как автомобиль себя поведет сейчас будем с вами ехать на круиз-контроля будет ли он полностью останавливаться что удобно что когда у тебя стоит включенный круиз-контроль то на хода в дисплей это появляется потому что обычно эта настройка где-то внизу спрятаны ты не до конца понимаешь да смотрите полностью полностью останавливается вот он полностью остановился поедет ли он сам да все отлично вообще ничего делать не надо просто просто руль крутить хороший адаптивный круиз-контроль интересно какое процентальное соотношение пользуется в полной мере всем функционалом потому что я знаю что сам процесс адаптации достаточно сложно дорогие зрители пришло время подводить концу наш выпуск касаемо автомобиля хороший стильный семейный автомобиль все изменения шкоде где пошли только лишь на пользу меня действительно мне комфортно ехать за рулем я позиционирую его как хороший семейный городской автомобиль на этом у нас все с вами был данила белоконь передачи автонюс и до новых встреч и пока